Здравствуйте! Впереди важный разговор и гость студии Народного телевидения, сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Татьяна Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ваш рабочий визит в Хибины начался, если не ошибаюсь, под выходные, продолжился в выходные. Получается, у сенаторов нет выходных дней? Честно говоря, я даже и не делю, где выходной денег, где какой. Если есть возможность, то отдыхаешь, может, в дороге или как. Нет, конечно, тем более региональная неделя, хочется как можно больше уделить внимание региону. Догадываемся, что программа рабочей поездки очень насыщенная. Расскажите, какие пункты важны и в ней обозначены? Да, я хочу поблагодарить прежде всего за такой прием и за организацию именно такого насыщенного визита. Ну, а естественно, учитывая, что я все-таки занимаюсь социальной политикой по профессии, я врач, поэтому я посетила Кировскую больницу. Просто очень мне понравилось, и те перемены, которые есть, они разительны. И я уже отмечала о том, что очень важно, что такое участие принимает Фосагра в создании условий для своих граждан, работникам путем вот именно помощи и в реконструкции, именно в ремонте и модернизации. И прежде всего, конечно, приобретение медицинского оборудования и тот компьютерный томограф, который есть, я бы хотела сказать, что он действительно единственный в области. И с таким уровнем возможности диагностики, это очень важно для граждан, жителей Кировского-Апатитского района. И, конечно, я не могла не уделить внимания вопросам школьного питания, которые очень актуальны. Мы все слышали, что губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис рекомендовал и дал поручение провести мониторинг, как организуется школьное питание. И вместе с тем по тем вопросам, которые были отмечены по росту цен за школьное питание в некоторых муниципалитетах. Поэтому очень приятно, что здесь уровень повышения цен за школьное питание не превышает уровень индексации в стране. Это очень важно. И, конечно, я получила огромное удовольствие от общения с детьми. Они настолько коммуникабельны, они настолько интересны и живы к разговору, к общению. Конечно, дорогого стоят такие минуты, когда тебя окружают дети. И когда я услышала из уст одного ребенка, что здесь вкуснее, чем дома, я как бы подумала, да, мама не слышит эти слова. Но, тем не менее, вот эта вот оценка качества питания, она очень велика, потому что именно ребенок скажет, вкусно или нет. Поэтому очень интересная, насыщенная такая поездка была. И, конечно же, спортивные объекты, которые находятся на территории Кировска. Это санаторно-оздоровительный комплекс Тирвас. Я сама себе решила, что здесь надо побывать, потому что, действительно, современный уровень развития этого учреждения, он просто налицо. И вопросы цифровизации, они тоже так же. Я увидела замечательную возможность пациенту при оформлении узнать свой статус, своего здоровья, те параметры. И после получения лечения оздоровительных процедур можно понять, важно это, качественно. И, действительно, это, наверное, стимул для развития именно самого учреждения. И, на мой взгляд, даже изучение тех параметров, которые отражаются на этом мониторе, они могут, наверное, представлять собой определенного уровня научные данные. И, конечно же, очень отрадно то, что, опять же, ФосАгро участвует именно во всех социальных направлениях муниципалитета. И совместная работа именно санаторно-оздоровительного комплекса, который позволяет оздоравливать не только работников именно организации, а и комбината. И немаловажный факт, что оздоровительные процедуры можно получить в процессе работы даже. Как бы, учитывая режим работы работников, есть возможность оздоровительные сеансы получать именно в этот период. Конечно, я бы отметила, действительно, участие в реализации программ именно Мурманской области для оздоровления северян 60+. Это сотрудничество именно санаторно-оздоровительного комплекса с Министерством труда и социального развития Мурманской области. И вместе с тем, очень важный момент, и я бы хотела сказать, что это такая профилактика и реабилитационные услуги оказания тем гражданам, которые имеют профессиональные заболевания. Они очень важны, потому что особенности работы горняков, они очень налицо, хотя сейчас, конечно, цифровизация и переход на электронное управление снижают риски развития профессиональных заболеваний. Но, тем не менее, это очень важно. Ну и, опять же, в развитии спорта. Действительно, мы понимаем, что национальный проект «Демография», он реализуется на территории всей Российской Федерации и Мурманской области, является таковой, которая имеет базовые виды спорта. И вот здесь я тоже увидела современные возможности для развития и для занятия спортом, и те цифры, целевые показатели, которые мы должны достигнуть по национальному проекту, они практически уже реализованы, потому что мы понимаем, что первая цифра 50% вовлечения в занятия спортом. Здесь мне предоставили данные, что уже 49% отмечается вовлеченных в спорт. Ну и это, в принципе, видно. И особенности, наверное, природы и климата Кировска, они действительно таковы, потому что есть возможность нашим сборным по лыжным видам спорта более ранее начинать подготовку. И возможности оценки своих, повторюсь одно слово, возможностей для спортивного достижения, вот именно в условиях такой погоды. И вчера как раз мы находились на стадионе, то я думаю, здесь оценить это очень есть возможность. Вот, и, конечно же, опять же, вернусь к тому, заключительным моментом, это было посещение Рудника. Это, конечно, очень важный такой объект. Опять же, меня как представителя социального направления очень интересовало, как организована действительно и оздоровительная программа, как организованы аттестации, так сказать, оценка, спецоценка рабочих мест. И я, конечно, могу сказать, что вот эта модернизация и введение уже электронных программ позволило мне увидеть воочию, что тот человек, который три года буквально назад спускался для того, чтобы под землю забой, я, может быть, не совсем правильно терминологию употребляю, но для меня это как бы многие такие вещи, которые я увидела впервые. А сейчас он просто, сидя за пультом, управляет такими механизмами. И потом я могла увидеть это воочию, когда спустилась. То есть как же это сочетается, работа человека наверху, сидя за компьютером, и работа именно самой машины. Это вот действительно очень важно. И потом тот комплект социальных услуг, который предоставляет комбинат своим рабочим, он как раз и направлен на то, чтобы трудоспособное население не страдало какими-то заболеваниями. И я задавала вопрос, за последние годы уровень заболеваемости вообще снижается, и вместе с тем профессиональных заболеваний, потому что это важный момент. Ну и, конечно, очень интересовала подготовка кадров. И вот здесь, наверное, те задачи, которые сейчас ставятся и правительством Мурманской области, что необходимо готовить тех специалистов, которые будут востребованы именно в той либо другой отрасли. И возможности оттока, чтобы именно молодежи не было. Уже со школьной скамьи начинается профориентация. И, да, на мой вопрос, уходят ли из профессии люди. Это очень важно, так же, как и в медицине, чтобы окунулся человек, который выбрал ту либо другую профессию и смог для себя сделать вывод, готов он или нет. Готов он спуститься, готов ли он в таком закрытом пространстве работать. Ведь это психологически большая нагрузка. Поэтому вот эта возможность оценки своих возможностей, своего состояния, наверное, здоровья и ощущения, она здесь создана. И вот накануне поездки я побывала в МАГУ, в нашем опорном вузе. И тоже как раз вела беседу о том, что именно вот такой симбиоз, который выстроен от комбината и МАГУ, он дает возможность готовить тех специалистов, тех профессионалов, которые как раз нужны комбинату. Ну и очень удивительно было, конечно, то, что действительно практически, не то, что удивительно, а важно отметить, что практический опыт человека, который работал до этого, он настолько важен. Ну это, наверное, в любой профессии, но тем не менее, вот эти вот моменты переобучения, перестройки своего, наверное, сознания на то, что вот буквально ты только три года назад был там внизу, а сейчас ты можешь управлять такими процессами, это, наверное, как я говорила, Илон Маск уже где-то думает, что машины будут ездить, а здесь я уже увидела, как это действительно. Ну и опять же снижение риска профессиональных заболеваний, потому что как раз профессиональные заболевания со стороны органов слуха, естественно, потому что вибрации, это другие работы, это возможность развития профессионального заболевания со стороны суставов. То есть все могу сказать и отметить, что здесь для того, чтобы было безопасно, созданы все условия, это действительно дорогого стоит для того, чтобы вот руководство такую заботу проявляло. Ну и хочу отметить, действительно, везде бывая, учитывая наш такой тяжелый период в жизни всего мира и нашей страны, это пандемия коронавирусной инфекции, уровень соблюдения всех рекомендаций санитарно-эпидемиологического режима соблюдения, он налицо. Везде действительно агитационные материалы, везде четко и ясно соблюдение рекомендаций о соблюдении социальной дистанции, о ношении масок, о средствах индивидуальной защиты и мытье руки. Опять же, напоминание при первых проявлениях заболевания, признаков заболевания, обращение к врачу, это очень важно, потому что дисциплина, это прежде всего, и я хочу отметить, что я не заметила граждан, которые носят неправильно маску. Вот это действительно очень приятно и настолько это соблюдается. Но для меня это очень важный факт, потому что, когда человек носит неправильно маску, он, знаете, как бы делает, переступает через себя это, но не думая о себе. Здесь же настроение у людей такое, что прежде всего нужно действительно думать и о себе, и о обществе. Есть понимание, да, самого главного момента. И есть результат, более того, Мурманская область за последние буквально 3-4 недели с 14-го места в общероссийском рейтинге упала на 17-ю строчку. И вот, мне кажется, личный вклад каждого в соблюдении профилактических мер. Несомненно, вы абсолютно правы, это так и есть. Татьяна Алексеевна, вы обозначили очень много интересных направлений для разговора. Это и спорт, мы к нему чуть позже вернемся. Но все-таки тема номер один сегодня, это, конечно же, пандемия, это коронавирус, это нагрузка системы здравоохранения. И начать бы, продолжить бы разговор хотелось бы именно по этой теме. Для вас медицина – это родная область. Вы знаете теорию, у вас колоссальный, практически профессиональный опыт, который вы получили, пройдя путь от врача, если я ошибаюсь, поправьте, от врача-педиатра в школе и участкового врача-педиатра до заведующего педиатрическим отделением и главного врача крупнейшего учреждения здравоохранения в Мурманской области. Вот к вам, как специалисту, как профессионалу, такой вопрос. Когда-нибудь медики и система здравоохранения в целом сталкивалась с такими нагрузками, как вот в прошлом году и как сейчас, собственно говоря? За мою практическую деятельность в 2009 году была эпидемия, не пандемия, а эпидемия птичьего гриппа. Я, в принципе, и тогда принимала участие в, так сказать, тех мероприятиях, которые проводились на территории Мурманской области. И, конечно, такого масштаба за мою практическую деятельность пандемии не было. Но вызовы, которые все, наверное, ощутили, они вместе с тем и сделали некоторые, дали возможность сделать некоторые выводы. Они смогли дать те реперные точки, где у нас в здравоохранении есть пробелы. И в Совете Федерации на заседаниях, как правило, на пленарном заседании всегда есть время для правительственного часа. И вот именно начало нынешней сессии весенней было посвящено присутствию на правительственном часе министра здравоохранения Мурашко. И вот, конечно же, здесь были озвучены те моменты, над которыми теперь система здравоохранения должна работать. И вы абсолютно правы, что сейчас стабилизация идет не только в нашем регионе, а по всей Российской Федерации. Но, тем не менее, мы должны понимать и готовность о том, что вдруг такая ситуация может появиться, она уже есть. Это проблема инфекционной службы нашей страны. Вот она здесь и раскрылась. И поэтому одним из пунктов, одна из программ, над которой сейчас работает Министерство здравоохранения Российской Федерации, это модернизация инфекционной службы. Это возможность создания так называемых двойного действия коек, то есть которые будут нормально, как мы говорим, в мирное время функционировать в том либо другом, оказание той либо другой медицинской помощи. Но при такой ситуации в короткие часы они могут быть опять развернуты. Тем более сейчас они, эти койки, оснащены необходимым оборотом, кислородом, в том количестве, в котором это было необходимо. И я бы привела пример, опять же, наш регион. В принципе, полностью контролировалось уровень загрузки этих коек для того, чтобы свободные места, коечный фонд всегда оставался. Это возможности быстрого развертывания таких модернизированных госпиталей. И по всей Российской Федерации их было развернуто 40. Это возможность создания своевременного оказания медицинской помощи. Ну и вместе с тем, конечно же, плановая помощь приостановлена была. И в экстренных случаях все это всегда своевременно было организовано. Ну и, конечно, кадровые проблемы. Это создание новых стандартов образовательного характера для медицинских работников. Полтора миллиона медицинских работников было переучено, пройдено ими дистанционно. Те вопросы, которые возникли сейчас для того, чтобы лечение было качественно и своевременно. И, конечно, очень огромное спасибо медицинским работникам, что находились практически в ежедневном 24,7 режиме. И это дорогого стоит, когда люди забывали о своих семьях, а находились на рабочем месте красная зона и амбулаторно-поликлиническая служба. И я бы хотела сказать, что именно с 1 января началась программа модернизации первичного звена. Это очень важно, потому что, опять же, амбулаторно-поликлиническая служба столкнулась с многими проблемами и кадрового характера, и действительно сама самоизоляция граждан требовала нового взгляда, новых условий для того, чтобы все бесперебойно работало и своевременно была оказана медицинская помощь. И поэтому здесь вопросы телемедицинских технологий в некоторых случаях были первичны. Конечно, не в постановке диагноза мы это понимаем, но вот именно за мониторинг, за состоянием больного, когда можно своевременно оценить, требуется ли госпитализация, если вдруг ухудшение состояния. Поэтому, конечно, есть над чем работать. И создание устойчивой системы с такими выводами, которые сейчас есть, это очень важно. Огромный, конечно, опыт, лучше бы его не было, но, тем не менее, здесь, наверное, еще и другие стороны показали себя. Это общество, это развитие добровольчества, волонтерство очень важно, и это показало, насколько это востребовано. Да, волонтеры вместе с представителями системы здравоохранения сыграли, конечно, очень важную роль, ключевую. Причем я сейчас пытаюсь вспомнить, а когда же у нас был год волонтера? Мне кажется... По-моему, года два назад. Два назад. Вот как получилось интересно. По сути, был объявлен приоритет на государственном уровне, внимание к теме волонтерства, и это внимание было оказано, и как это пригодилось в 2020-м. Да, вы абсолютно правы. Как раз в 2018-м году были внесены изменения в действующий федеральный закон о добровольчестве, потому что у него история уже как бы достаточно длительная. Закон принят был в 1995-м году, а вот, опять же, такие, как вы говорите, моменты, казалось бы, кто думал. На опережение получилось. Да, впервые была введена возможность получения удостоверений волонтеров. Впервые были декларированы возможности некой компенсации того же проезда. И в 2020-м году тоже в таких экстренных ситуациях принимались те изменения в данный закон, которые как раз стали актуальными. Но, опять же, есть некоторые, наверное, предложения. И тот же социальный форум, второй, который прошел первый с участием президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путин, и второй, 26 января, который проведен был под эгидой «Единой России», он тоже показал те предложения и дал как бы задачу, над чем необходимо работать. Мы понимаем, как важно было предложение, например, обязательное лицензирование всех домов, где содержатся люди старшего возраста, чтобы не было тех печальных ситуаций, которые есть. И предложение, например, относительно людей с ограниченными возможностями. Это очень важное предложение, например, обеспечить средствами граждан старшего поколения для возможности мониторить их состояние не только в период коронавирусной инфекции, а вообще за их хроническими заболеваниями. Ну и я буквально на этой неделе тоже участвовала в мероприятии в Мурманске. Мы общались со всем регионом в качестве системы онлайн для того, чтобы понять, может быть, еще что-то есть, потому что, конечно же, работа волонтером востребована и сейчас. Спасибо. Коронавирус, конечно, очень серьезный, опасный враг, но есть те, кто ему успешно противостоит. И мы возвращаемся к тому, о чем говорили чуть ранее, обнадеживающие цифры статистики. Мы видим, что суточные темпы прироста снижаются. Если еще в конце прошлого года в нашем регионе ежедневно новых случаев заболевания было около 250, то сейчас меньше 200 уверенно, а последние цифры, если не ошибаюсь, 150. Но, тем не менее, можно ли, Татьяна Алексеевна, говорить о том, что все-таки опасный и невидимый враг повержен, отступает, или все-таки статистика в данном случае не очень показательный момент? Во-первых, конечно, эта оценка проводится специалистами на уровне оперативного штаба, созданного при правительстве Российской Федерации, и точно так же в каждом регионе. Есть показатели оценки той ситуации, которая есть, и поэтому в связи с этими показателями и проводятся те, либо другие мероприятия, теперь уже об отмене тех карантинных мероприятий, которые накладывались. Но говорить о том, насколько, как вы говорите, враг отступил, можно только тогда, как мы говорим, когда мы все же создадим так называемый коллективный иммунитет. Есть расчетные показатели, это создание в 60% так называемого пассивного иммунитета. Что это такое? Цифры складываются из вакцинированного населения и вместе с тем переболевших, которые имеют уже защиту от коронавирусной инфекции. Конечно, следует отметить, что Российская Федерация, благодаря таким научным данным, которые велись нашими научными работниками, первая в мире зарегистрировала вакцину. И вакцина «Спутник Ви» сейчас практически, мы надеемся, что будет зарегистрирована ВОЗ, все для этого, все возможности для этого есть. И 22 января проходят предрегистрационные мероприятия уже ВОЗ, для того, чтобы действительно вакцина «Спутник Ви» была признана этой организацией. Есть поддержка со стороны ООН, и уже многие страны нашу вакцину закупают. И пока это были цифры 14 стран, но ожидается до 25. Некоторые страны Евросоюза, та же Венгрия уже приступила к использованию нашей вакцины. Это говорит о признании такого успеха наших ученых во всем мире. Сложно отрицать очевидное вакцина работает. Конечно. И некоторые скептики говорят о том, что вот, малоэффективно, и, конечно, это уже, как говорится, знаете, политика. Здесь идет конкуренция, видимо, со стороны, да, может быть? Конечно, да, да. Но на самом деле отрицать очевидное здесь нет возможности. У нас нет возможности, наверное, и права сомневаться в деятельности наших ученых, потому что 91% признания наличия эффективности вакцины, о котором было сказано в таком самом известном, признанном издании, как «Ланцет», это уже говорит о многом. Ну вот мы перешли к теме номер один сегодня, а это действительно прививочная кампания, это вакцинация. Вы, кстати, как, получили защиту в лице спутников? Да, я вакцинирована. Конечно же, это не полностью исключение возможности заболеть. Никакая вакцина не предполагает, что если человек вакцинирован, то это именно отсутствие возможности быть инфицированным. Нет, конечно, это просто возможность перенести данные заболевания легко, без всяких осложнений. Вот, наверное, это один из тех моментов, которые отталкивают некоторых граждан к положительному моменту и отношению к вакцинации, когда говорят, вот, кто-то вакцинировался, а все же заболел. Поэтому вот это вот мнение, оно неправильное. Вакцинацию не исключает полностью возможность инфицироваться. Ну, как, например, да, мы уже вакцинируем от той же кори детей, от дифтерии, там, и... Но вот создание коллективного иммунитета от той либо другой, как мы называем, вакциноуправляемой инфекцией, позволяет вот именно защитить население. И такие спорадические случаи, которые появляются, они не являются источником именно эпидемии, я бы сказала, ну, и пандемии. А вот отказ от той либо другой вакцины, он и показывает на лицо, что инфекция может вновь появиться. Как, например, все, наверное, слышали, да, как у нас были такие очаги кори, когда был, к сожалению, очень распространен отказ от вакцинации. Вот это отсутствие, так называемого, коллективного иммунитета является той возможностью, которая может поддерживать вот этот вот эпидемиологический процесс. Ну, а еще нету ни одного оружия в качестве профилактики, как вакцина, против вот тех именно вакцин, которые мы называем вакцинноуправляемыми. И вот, наверное, таким примером является, например, то, что наши ученые разработали вакцину от Эболы, и в свое время, когда мы уже как бы были на грани распространения благодаря вакцинации в тех странах, где были такие уже частые, огромное количество заболевших, это позволило остановить распространение эпидемиологического процесса тогда. Поэтому отношение к вакцинации у населения все же должно меняться. И об этом говорят те данные желающих в нашей Мурманской области. При начале вакцинации мы были в тройке по желающим вакцинироваться. И вот на той неделе на оперативном совещании Андрей Владимирович тоже говорил о том, что да, и министр здравоохранения приводил цифры, что у нас по всей области более 2100 желающих. Странно, конечно, да, все-таки нам приходится обсуждать тему того, нужно ли или не нужно получать защиту. Да, вот к сожалению. Это, конечно, удивительно. Но, тем не менее, мы сейчас узнали многие важные вещи про вакцинацию, и заодно получили ответ на вопрос, который люди задают сейчас. Ну, есть ли стабилизация, есть ли цифры позитивные, обнадеживающая тенденция наметилась, нужно ли носить маску? Маску по-прежнему нужно носить. Масочный режим – это еще один эффектный метод, да, победить врага? Ну, наверное, еще надо сказать, что, наверное, как все отмечают, что мы научились чаще и правильно мыть руки. Татьяна Алексеевна, в Верхней Палате Российского Парламента ваш основной вектор усилий – это социальная политика. Вы заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Период пандемии, он был сложным для всех, и, возможно, самое основное внимание было обращено именно на то, как государство продолжает выполнять свои обязательства во внутренней политике, в самом важном ее направлении – это социальная политика. Вот как вы с профессиональной точки зрения оцениваете тот прошедший этап? Удалось ли исполнить все намеченное, и какие важные акценты были сделаны за последний год? Ну, конечно, наше государство имеет социальную направленность, и все эти обязательства, которые государство на себя взяло в такой тяжелый период, они, конечно же, выполнены. Мы понимаем, как важна была поддержка семей с детьми, как важна была поддержка граждан пожилого возраста, как важна была поддержка производства, малого бизнеса. И поэтому вот те мероприятия, которые относительно каждого направления, которое я назвала, были приняты, они, конечно, выполнены. И задачи, которые ставило государство перед таким вызовом, они выполнены. И я бы сказала, что, наверное, многие вещи, которые бы в нормальной жизни долго обсуждали, здесь решались как с колес, как я уже говорила. Как те же нормативные документы. И самое главное, что они принимались на основании предложений самих граждан. Потому что вот мы, как сенаторы, как депутаты, мы получали эти предложения и там очень быстро направляли и в правительство, и по всем тем запросам очень оперативно принимались решения, которые как раз направлены были на человека. Потому что благополучие и тот уровень безработицы, который мы отмечали, он, конечно, отрицательно сказывался и может сказаться на гражданах. Поэтому вот такое повышенное внимание и забота о благополучии нашего населения со стороны государства, она налицо. И вот этот вопрос бедности все же он на контроле и является, наверное, таким основным моментом, который необходимо ликвидировать, снизить то количество, наверное, тот уровень бедности, который был до этого. И сейчас, к сожалению, есть угроза такова, что сохранится. Особенно уязвимые-то многодетные семьи, находящиеся семьи в трудной жизненной ситуации, опять же, люди с ограниченными возможными системами. Ну и, конечно, как я уже сказала, это бизнес, который, к сожалению, пострадал. Поэтому та помощь, а если говорить о нашем регионе, я считаю, что очень своевременно была возможность трудоустройства, когда создавались места, и человек мог, например, по благоустройству территории работы получать 42 тысячи, это действительно было настолько своевременно. И такой яркий пример в регионе таких мероприятий, которые все же помогли пройти этот период гражданам. То количество финансовых средств, которые государство выделяло для детей в возрасте до семи лет, независимо от того, была ли, нет эпидемия, все те предложения президента, которые прозвучали в послании еще 15 января 2020 года, они были реализованы. Это самое главное. Несмотря на все вызовы. Да, именно так. Конечно, если оглядываться назад, на прошедший год, конечно, удивительно, насколько оперативно и какое количество мер поддержки пакетов антикризисных было принято, и в какие колоссальные суммы это оценивается. Это же ведь даже не миллиарды, это сотни миллиардов рублей. И эта работа продолжается, продолжают зреть социальные инициативы. И вот одну такую интересную мне бы хотелось с вами обсудить. На прошлой неделе новостные ленты облетела информация о том, что граждан, которые выбирают здоровый образ жизни, государство может вернуть часть затраченных средств. И я знаю, что вы в этом вопросе тоже принимали активное участие. Расскажите поподробнее, и какова ваша позиция? Да, действительно, это очень важный вопрос. И этим вопросом мы занимались, в принципе, давно. Это на площадке Общероссийского народного фронта на федеральном уровне обсуждались эти моменты. И сейчас правительство внесло такой законопроект о предоставлении возможности налогового вычета при занятии спортом гражданам. Это наряду с теми уже моментами, которые есть. То есть это предоставление такой возможности по лечебным мероприятиям. И мы понимаем, что для граждан это мотивация к занятию спортом. Я, конечно же, положительно отношусь к этому. Но здесь надо понимать, что данным законопроектом, который принят в первом чтении 26 января, а теперь есть перед вторым чтением возможности обсуждения, внесения каких-то дополнительных мероприятий в этот, чтобы это легло в основу закона, является то, что здесь вводится понятие санаторно-оздоровительное. Что такое санаторно-оздоровительное мероприятие? То есть это тот вид санаторно-оздоровительной деятельности, которая будет не зависеть от организационно-правовой деятельности спортивной организации. Это и фитнес-индустрия, и многие другие направления. Но следует понимать, что это будет в соответствии с тем перечнем, который будет установлено правительством. Как видов занятия спорта, направлений, так и вместе с тем перечней организаций. То есть вот это нужно понимать. И для того, чтобы получить этот вычет, ничего другого не стоит, как иметь договор и кассовый чек о том, что человек оплатил тот либо другой вид занятий спортом, а именно тот, который будет в перечне. Есть возможность получить 15 600 именно один раз в год, когда человек занимается спортом. Конечно, я считаю, что это очень положительный момент. Это возможность занятия спортом. И вместе с тем это та же поддержка именно предпринимателей. Как раз предлагается внести в перечень эти спортивные организации, это индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые сейчас мы понимаем, что на них распространяются уже все льготные налоговые направления. И участие в такой программе, в реализации данного закона, если он будет принят, очень важно. Интересная инициатива. На самом деле, во-первых, никогда не надо считать, когда тратишь на здоровый образ жизни. Это тратишь на себя. А тем более, если государство еще будет возвращать часть средств, это, конечно, очень интересно. Какие еще социальные интересные инициативы зреют в Нижней Палате Парламента, в Верхней Палате Парламента? Сейчас, конечно, очень много моментов, опять же, в системе здравоохранения. Это вопросы лекарственного обеспечения. И все мы, наверное, слышали и знаем, что на слуху были те сборы финансовых средств на оказание помощи детям, гражданам, страдающими редкими заболеваниями. И вот созданный фонд, который круг добра указом президента, я считаю, такое достижение именно для того, чтобы была возможность получения не только медицинской помощи, а обеспечения медицинскими изделиями тех граждан, которые страдают редкими орфанными заболеваниями. И это создано благодаря тому, что повышена ставка налога для граждан, которые получают свыше 5 миллионов. Я бы здесь хотела сказать, что если это разовое какое-то финансовое поступление для гражданина, ну, предположим, продажа квартиры, продажа какого-то имущества, то в таком случае не облагается 15-процентным налогом. А вот в тех случаях, когда это заработная плата, и она свыше 5 миллионов, 60 миллиардов, которые по расчетам поступят на обеспечение вот именно круга этих граждан, это очень огромные подспорья. Конечно, это вопросы лекарственного обеспечения вообще для граждан. Наверное, все было на слуху, когда был недостаток лекарственных препаратов. Мы проводим мониторинг и контролируем эту ситуацию после введения маркировки лекарственных препаратов. Своевременно было изменение со стороны правительства в самой процедуре проведения. Была обязательно заменена на уведомительный характер маркировка лекарственных препаратов. Это позволило в короткий период действительно снизить вот эту напряженность, которая наблюдалась именно в данном случае среди населения. Хочу сказать, что очень важная принята программа, на план мероприятий, парализации программы десятилетий детства. Мы понимаем, как это важно. И здесь 8 разделов, которые посвящены, я бы сказала, вообще ребенку, затрагивая все моменты его развития, здоровья. И вот здоровье сбережения, такой раздел, который посвящен вопросам реабилитации детей с онкологической помощью. Это создание реабилитационных центров, возможности именно оказания детям, страдающих онкологией, такой помощи, своевременной, потому что положительные моменты в лечении онкологии у детей, они есть и, в принципе, научились лечить те же заболевания крови, поэтому очень важно. И то, над чем занималась палата, и нижняя и верхняя, это возможность применения на территории Российской Федерации так называемых незарегистрированных лекарственных препаратов. И сейчас этот вопрос контролируется правительством, и нашему московскому эндокринному заводу дано поручение, вменено в обязанности, именно как раз после выхода такого постановления обеспечить ввоз на территории Российской Федерации тех препаратов, которые у нас не производятся, еще не прошли процедуру регистрации. Но для меня, как для врача, это очень важно, потому что та процедура, которая существовала до настоящего момента, она, конечно, была затруднительна, когда необходимо было обязательно наличие врачебной комиссии, заключения в течение трех дней. Это должно было срабатывать, и мы, к сожалению, многие слышали те ситуации, когда те же препараты психотропного характера, которые возились на территорию, были незаконны. Теперь с этим тоже как бы есть возможность справиться. И здесь тоже, опять же, вопросы гигиены детей и подростков для организации обучения образовательного процесса на дому, они тоже для специалистов были очень важны, потому что как раз дома-то и тоже необходимо создать условия ребенку для, опять же, той же правильной освещенности, правильной мебели, для того, чтобы профилактировать те заболевания у детей, которые, к сожалению, мы можем выявлять в процессе диспансеризации в начале учебного процесса и по окончании средней школы. И уже, к сожалению, наши дети страдают тем, либо другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и патология органов зрения. Поэтому вот эти все моменты, они касаются, конечно, и тоже пенсионное обеспечение. И мы слышали, что мы все, наверное, слышали в период коронавирусной инфекции очень много было таких, я бы сказала, решений, которые работали вот в этот период. Именно все слышали, да, что медицинским работником считалась работа в красной зоне. Это год за один день, за два дня. И есть возможность при наступлении пенсионного возраста вот эти часы работы, дни в красной зоне за часть для того, чтобы наступление пенсионного возраста было раньше, чем это по действующим нормам Российской Федерации. Очень много аспектов. Это, опять же, и тот же обсуждение закона о развитии в спортивной индустрии. Это тренеры касательно их работы. Это принятые закона в 2020 году о воспитательной работе среди школьников. И теперь очень важно ввести эти все направления в образовательный процесс. Много работы, над которым, конечно, предстоит еще трудиться. И это задача наша. А инициативы, они идут от людей. Это жизнь. Спасибо. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Спасибо за разговор. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию и ответили на очень важные вопросы. В студии Народного телевидения мы говорили о важном, о медицине, о социальной политике и, конечно, о коронавирусе, который, хочется верить, мы побеждаем. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин